Эй, Расульчик! Да, брат? Как тебе последний видосик? Хороший, брат! А предпоследний видосик? Тут же хороший! Но иногда случается так, что видео Ютубчик выдает в рекомендации людям, которые абсолютно не в курсе, что у меня за канал, кто я такой, и вот тут начинается трэш. Давайте почитаем комментарии к предпоследнему видосику 7.62 против 5.45. А читать комментарии мы будем вместе с моим коллегой по Ютуб-цеху, который присутствовал в данном видеоролике. Смысл носить и покупать бронежилеты и костюмы из металлических пластин, если стандартные протронные калаша превращают пластины в сито, а человека в фарш. А было сказано, что плиты стальные защищают от пистолета, по которым мы ебашили с автомата. Смысл есть, если плиты рассчитаны на автомат. А теперь давайте мы с вами поразмыслим немножко о формулировке стандартными патронами. А что есть стандартный патрон? Непонятно вообще, что значит стандартный патрон, потому что гражданских патронов есть как минимум три. Это экспансивка там с мягким носиком, ну и, соответственно, ФМЖ. Это только гражданские. А сколько там армейских? Их тоже наименование офигенное. И нет понятия стандартный патрон из калаша. Это что-то вообще неясное. Одну и ту же плиту можно патроном из калаша, если вам так удобнее, одним пробить, а другим не пробить. Енот Атакс спрашивает, как вы приобрели короткостволы? Или это травматы? Ну, речь, наверное, про автоматы в кадре. Маркс Цепион отвечает, травматы. Вы когда что-то пишете, вы откуда берете информацию? В кадре нет ни одного пистолета, насколько я помню. Это он про калаши же, травматический калаш. Травматический калаш? Это травмат, отвечаю. Полный неадекват. Лишить рог всех. Отправить к психиатрам принудительно. И главное, все с точками. А если человек пишет с точками, значит, он настроен серьезно. Давайте прикинем, да? Человек пишет, что нужно лишить всех рог и отправить к психиатру. Мы находимся на стрельбище, на котором стреляем законно. То есть, это специальное место, за которое, ну, как бы, там нет вопросов. Это действительно стрельбище, на котором можно стрелять официально абсолютно. То есть, это как бы... Это вот оружием, которое находится на законных основаниях. Ну, то есть, понимаете, да, что здесь все очень просто. Стреляем там, где можно, из того, из чего можно. А в чем ваша проблема? Из двух гипотезических вот людей, кого нужно изолировать от общества? Того, кто дурачится и при этом никому не мешает? Или того, кто на каждого, кто дурачится, показывает пальцем и орет? Изолировать, изолировать, изолировать! Кто опаснее для общества? Пишет. Вот из-за таких трансов ужесточают законодательство в сфере оборота оружия. После такого видео инспектор ЛРО должен оштрафовать клоунов за нарушение... Не знаю. Ну, вот она раскрывает дальше. За нарушение правил обращения с оружием. Ибо и припасами. А в следующий раз аннулировать их разрешение на оружие. Слушай, а в чем именно мы нарушили правила обращения с оружием? То, что хозяин оружия, держа оружие в направлении мишени... В данном случае мишенью выступал паёк, блядь, допустим. Не нарушая технику безопасности, производил по нему выстрелы. Нихуя себе, вот это нарушение! Ну это как... Чего можно ответить на такой вопрос? Ну то есть, ну, блядь, лечитесь. Реально. Если человек настолько не знает законодательство, что он считает, что на данном видео что-то было нарушено, так может он не сдавал экзамен, может он его купил, если он тоже владелец оружия, может это у тебя, Александр Иванов, нужно лицуху отбирать? А? Пам-пам-пам. Марат, здравствуйте. Можно буквально пару вопросиков задать? У нас тут без операции. Мне буквально на минуту. Сейчас, секунду. Так, сдавайтесь! Время на размышления! Одна минута! Марат, какой у вас самый чудесный комментарий за последнее время? Ну, это каждодневные вопросы, что купить пятерку или семерку. Но не говорят, для чего. Начинается трехдневная переписка, ему надо для этого, а для этого, а семерка мощная. Какое рузье купить, а для чего, не говорят. Вот для чего ему рузье? Для спорта, для охоты, для самообороны, там дома чтоб лежало, для перевозки там его просто в машине. Ну, считаю, что это одни из самых смешных вопросов. Когда человек задает вопрос и не пишет, что для чего ему нужно. То же самое, какой автомобиль мне купить, например. Бывают моменты, когда я очень долго консультирую человека по телефону или в комментариях по поводу выбора тюнинга, и человек просто идет в другое место и покупает его. Потом, говоря мне, что там ему было ближе, что он обо мне не подумал в тот день, а потом, что там была акция 200% рублей, 200 рублей скидка. Секундочку, но если они покупают у других, зачем консультироваться тогда, получается, у вас, Марат? Вот реально я так же спрашивал. Они говорят, там сотрудники не разбираются, поэтому мы позвонили тебе. Ну, у тебя же там, типа, делать нечего же. Наверное, они думают, я на диване лежу, потолок плюю, жду, пока там слюна эта упадет. Говорят, там люди не знали, мы позвонили тебе, ты объяснил. Спасибо, братуха, долгих лет жизни тебе. Долгих лет жизни, но кушать будет другой продавец. Да, да. Я их тренирую бесплатно, а они идут покупать другой магазин. Ну, просто позорище. Ну, это свинство какое-то. Реально, это позорище. Потом приходят, говорят, а вот магазин отправил, брак какой-то у товара. Магазин не принимает, что делать, куда писать. Я говорю, Путину пишите. Прямо Путину. Если вы у меня спрашиваете, что делать, и я не знаю, только Путин вам остается. Больше никто. Я вас понял, Марат. Интернет, вещь непредсказуемая. Вы их тоже видите? Магиомед Рассул, спрячьтесь, он вас видит. Хорошо тогда, давай. Defaults 0s пишет. Противно мат слушать сапожники. Ну охуеть, блядь. 72, это пуля убойная, летит к цели, несмотря ни на что. Две запятые после этого. До этого ни одной запятой. Видимо, чтоб ты понял, что там запятая. 5.45 пуля, которая может отрекушетить от любого препятствия, даже от тонкой ветки, и изменить траекторию полета. По подтверждению некоторых военных врачей, от 72 выживаемость выше. Как так в большинстве пуля... Как так, блядь. В большинстве пуля идет на вылет. А вот от 5.45 выжимаемость из-за легкой пули ниже. Нашли сравнение 5.45 с 7.62. Скажу одно, 7.62 при попадании в тело он ломает и дробит кости в теле. В спецвойсках автоматы АКМС. Надо было точку поставить. А какая связь? Конечно же, 5.45 прилетев, блядь, мне в руку, кость-то не сломает. 5.45 не оставляет шансов выжить бойцу при ранении. Допустим, в кисть человеку влетело 5.45, а на кисть ему нахуй разорвало, наложили жгут, может быть, потом ампутировали кисть. Как будто бы 5.45 не оставило ему шансов на выживание. Но заявление было серьезное. 7.62 бьет на вылет, идеально в городских условиях. А 5.45 не пробьет на вылет? Тело, корпус, блядь, руку, что-нибудь еще, доску там... Нет, доску не пробьет. Такие заявления люди делают? Я, конечно, хуею иногда. Серьезные вроде, знаешь? Мне все время вот интересно, откуда берется то, что берется. Какие логические процессы в голове должны человека подтолкнуть на то, что он вот сейчас скажет, допустим, да? Откуда вы это берете? Вы можете себе задать пару-тройку вот простых вопросов, когда вы говорите, что одна вещь лучше, чем другая. Вы можете какое-то сравнение более полноценное сделать, чем телеканал «Звезда»? Solid Soul спрашивает, ну а почему ты стреляешь гражданскими патронами? Какой класс у плит? Какой класс у плит? Видео уже подробно рассказывается, какой класс у плит. Стрелять можно из гражданского оружия, только гражданскими патронами. За остальное все дикий и дикий харам. Если серьезно, 7.62 на 39 мощнее, чем 5.45 на 39. Поэтому обсуждается вопрос о переходе на 7.62 на 39 в армии. У кого это обсуждается сейчас? Возможности 5.45 на 39 исчерпаны. Ну, да, слушай, ведь сейчас же не выпускал концерн Калашникова новый автомат АК-12 называется. Действительно себя тема исчерпала, как бы, и надо переходить на олдовую семерку. Наверное, настало время все-таки более-менее серьезно ответить на вопрос, что же лучше 5.45 или 7.62, ебать, для армии. Для армии лучше автомат, который ты можешь кому угодно дать, полуобученному уебку. И он, чтобы с него гарантированно хотя бы попадал по цели. Там не важно, что убойнее, блядь. В любом патронном попади в человека, ему будет пизда. 5.45 на 39. Быстрее летит, соответственно, подвижущиеся мишени легче лупить. 5.45 на 39. На стильный, да, меньше поправки надо делать. И 5.45 на 39 даже, оказывается, легче весят, поэтому больше боекомплекта можно с собой унести. А, меньше отдачи, жесть? Да, да, да. Давайте обсудим вопрос, как бы нам перейти на более сложный для освоения калибр, с которым будет сложнее необыченному бойцу стрелять подвижущиеся цели. Боекомплект, который они будут носить на полигон, там, не на полигон, на боевые всякие выходы в случае войны, чтобы он весил чуть ли не вдвое больше. Вот это заебись обсудим. А теперь давайте прикинем логистику не солдата, а снабжение целого, ну, не знаю, роты, например. Едет КамАЗ с патронами. Да. И в КамАЗе семерка тяжелая, а в другом КамАЗе пятерка на 30% больше, который, ну, просто у нас патронов на 30% примерно больше. Война, это же, ну, как бы не фантазии людей, это же экономика. О, Владимир Тодурокин, Тодурокин обращается, наверное, ко мне, как к монтажеру. Музыка для дебилов. Спасибо, учту, в следующий раз интеллектуальную музыку вставлю, ебать. Блядь, ну как, это музыка летит? Как? Биткомина, что ли, мне ебануть летит? Или, может, Ясаул, Ясаул, что ж ты бросил коня и под него хуярить, ебать? На самом деле, интеллектуальная музыка будет зависеть от того, какой человек ее слушает. Для кого-то интеллектуальная музыка это вот это... Русский реп со смыслом. Да, русский реп со смыслом. Для кого-то Агутина, для кого-то черный ворон. О, со смыслом, заставляет задуматься о жизни, о птицах. О, Светлана Юлина. Автор, ты не прав. Когда-то давно в клинике для бесплодных твоей мамке предложили мензурку со словом бракованной, но старуха рискнула и вот, на свет появился ты, почти полноценный, так что дай шанс керамике. Как твоя мамка дала шанс спермию вомжа, саундтрек. Давай поставим сердечко этому человеку. Но на самом деле череда примерно такая идет. 15 нормальных комментариев, один на посратый. И это нам, ютуберам, у которых не такой уж и большой канал. А вы представляете, каково читать комментарии чему-нибудь более массовому, интернациональному даже, можешь сказать. Вот, например, каково разработчикам компьютерной игры приходится. Сколько в вас играют людей? Я вообще не знаю, откуда он взялся. Я сидел спокойно за компьютером. Сколько в вас играют людей? У нас много. Я не могу называть числа. Больше двух? Да. Итак, вот мы в официальном паблике. Зачем? Зачем мы открыли все комменты? Я теперь не понимаю, что происходит. Их слишком дофига. Обычный скриншот сайги. Читы. Человек увидел барабан на сайге и спрашивает, читы ли это? В любой теме, абсолютно любой теме, всегда пишут что-нибудь про читы. Как ты угодился уже в этом? Про баги всякие сетевые. То даже если просто кошечку запостить, они все равно начнут говорить о том, что вы, черти, ленивые, не исправляете игру. Смотри, вот такие сочинения есть. Вот портянки я не читаю, потому что не могу. Too long didn't read. Мне нужно вот кратко, емко. Сразу скажу, Reddit в этом плане, он, конечно, более эффективный, потому что на Reddit комментарии в основном содержат себе долю какую-то, не то что даже истинную, а какое-то конструктивное зерно. Там что-то предлагают. Некоторые рисуются какие-то таблички. Фотка скриншота экрана о том, что сканируется Абакан. А уже не смешно, не берете пролаги, вышел на килу, и все, пролаг труп несерьезно. Позовай братьев админа с победой. Они думают, что куплен конкурс. А можно выиграть релиз игры? Вот, понимаешь, едкий комментарий. У тебя же таких тоже полно. Конкурсы делаете, там, это WarTech, это ли WarTech? WarTech. Да, WarTech. Они мешают нам разрабатывать игру. Они своими конкурсами сбивают нам вот этот вот позитивный вот этот вот настрой. Смотри, какие мы щедрые, мы что-то постоянно разыгрываем. Все троллят, возмущают эту игру, но играют не поймут. Да, так оно и есть. Всех это все возмущает, все чем-то не нравятся, но тем не менее все возвращаются. На Reddit на самом деле очень много подобных шуточек, типа, ненавижу эту долбанную игру, типа, 5 минут спустя загрузка профиля. Четвертый сезон рейтингов. Выпустите. Выпустите в общий доступ, а не за деньги. А, то есть бесплатно? Ну, 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 а что? А почему нет? Сколько компьютеров стоит у вас там, где моделеры сидят, программисты там? Сколько на вскидку это рубасов все стоит? Ох, блин, у нас на самом деле не самые дорогие компьютеры. Они старые некоторые. Но они не бесплатные? Некоторые на дровах работают до сих пор. Не, естественно, они бесплатные. А вы выиграны в конкурсы. Причем, знаешь, когда столб деревянный его жиром намазывают, им нужно за сапогами. А, и вы индийских мальчиков похитили, воспитывали их здесь, чтобы они лазили. И наверху комп был игровой. И вот один чел залез, снял комп, и там немножко у него там, ну, в общем, он у нас уже не работает, но комп от него остался. Почему вы делаете игру не бесплатно? Это такой вопрос, знаешь. А если вы игру делаете за деньги, то почему она еще не доделана? Игра сложная. Народу много. Для того, чтобы продолжать развивать игру, а план у нас ого-го, нифига себе. Нам нужно продолжать ее разрабатывать. Нужно людей нанимать новых, увеличивать зарплаты, покупать людям обувь, еду. Сервера по всему миру, я так понимаю. Да, сервера по всему миру. Мы их не покупаем, мы их арендуем. Некоторые люди говорят, а какого хрена? Купите. А нет, это неудобно, потому что технически нужны дата-центры, которые оперируют этими компьютерами, серверами. Мы не можем же дата-центры еще покупать, строить. И все это стоит бабосиков. И все это работает, кушать деньги каждый месяц. И нам нужно продолжать разрабатывать игру, потому что для нас что главное? Сделать игру. У нас нет доната. У нас все, купил, играй. Такие люди, мне кажется, они действительно какие-то обозленные на мир. Как бы ты же... Так потому что человек, у которого все хорошо в жизни, он не будет писать негатив в интернете, не знакомый. Где Попоич, то поголовые дебилы. Андрей Попоич, это имя, то поголовые дебилы, это фамилия. Матов поменьше бы, да и подход понаучней. Было бы норм. А так говно. Маты нужны тогда, когда им место. А вставлять мат через мат это полный пиздец, сука. Так нельзя. У нас изначально не было задумки сделать научный подход. И это больше была пародия на все вот эти видеоролики, где люди с умным ебалом сравнивают калибры, блядь. Самое первое сравнение уже нормальное было. 7.62, поехали. Ничего. 5.45. Какая-то хуйня. Но нормальный принцип, в принципе, можно покупать. С этого, в принципе, видео началось. И в принципе, почему-то после этого люди, которые хотели научный подход, не выключили видео, продолжили, сука, смотреть и расфиксировались. Как им вот этот момент с волки, бля, криками? ВОЛКИ! Тоже научного подхода они искали. ВОЛКИ! ВОЛКИ! И сейчас такой комментарий какого-нибудь, не знаю, биолога или кто там изучает животных. Вообще-то это не волк. 5.45 равно как и 5.56. Очень паршивый патрон. Мало что пробивает, часто рикошетит даже от тонких веток. А когда попадает в тело, ведет себя непредсказуемо, кувыркается в теле, разрывая все по пути, а не на вылет. Мало что пробивает. На самом деле, нифига не мало что пробивает. Чем уже пулька, тем больше у нее пробивная способность. Маленькие предметы, летящие на высокой скорости, это очень хуёвый знак. 7.62 толще, чем 5.45 и летит медленнее. Соответственно, у нее пробивная способность меньше. Часто рикошетит даже от тонких веток. Есть много тестов, где показано, что это не совсем так. Опять же, если вы стреляете по помещению, может быть, рикошет, это и не так уж и плохо, потому что можно стрелять, не видя противника, просто в какой-нибудь угол. А в тех ситуациях, когда рикошет опасен, есть пули с пониженной рикошетящей способностью. А когда попадает в тело, ведет себя непредсказуемо. А что в этом плохого, ебать? Вот, кувыркается, разрывается по пути. Кувыркается, хуярит приемы самостраховки, делает сальто. Пуликаточникова. Это мой любимый комментарий, конечно. Руслан Преображенский написал, дебильные предки великих людей. Он перепутал слово предки со словом потомки. Ну что сказать, наша нация впереди, как обычно, ебать. Оставайтесь с нами. Ушлепки, если вы матом выражаете свои мысли и думаете, что это круто, так нет. Этим вы показываете низкий уровень интеллекта, если вам знакомо это слово. И этот человек начинает свое общение со словом ушлепки. Вы думаете, если вы материтесь, это добавляет вам какой-либо значимости, это говорит лишь о вашей неполной зрелости. Позорники. Если бы мы хотели изображать значимость, мы бы вели оружейные блоги так же, как ведут все значимые дядьки. То есть, серьезное лицо, отсутствие улыбки и абсолютно уверенная речь. Когда ты горишь, на тебя попало какой-то там напалм там или бензин, ты горишь. Но поскольку мы пиздюки и мы осознаем, что мы пиздюки, мы и ведем себя как пиздюки. В принципе, полистали, полистали, а комментарии уже пошли однообразные. То есть, идет примерно 10 нормальных комментариев и один в сратой. Вот именно поэтому я почти что не читаю комментарии, потому что заходишь в комментарии и сразу хочется закрыть канал и депрессию, потому что действительно люди открывают тебе глаза. Написал чувак мудаки, а второй чувак пишет хуета. Я абсолютно согласен, например. Такие комментарии я люблю. Ну они честные, простые, краткие главное. Ну не знаю, как тебе, вот мне они открывают глаза, что я снимаю хуйню, что материться нельзя. Ведь он же из хороших добрых побуждений это делает. Ну типа лицензию отобрать, чтобы ты как бы не мешал людям, матерился меньше, чтобы ты, ну культур не был просто, чтобы ты снимал хороший контент. Да, ребята, мы клоуны и мы этого не отрицаем. А помимо нас есть очень много серьезных оружейных блогеров, которые практически не улыбаются. Да, может быть они иногда и матерятся, но только по делу, ведь они взрослые, заслуженные и опытные дядьки. Поэтому идите и смотрите их. А наши видео не открывайте. Можно из себя строить постоянно сложного и крутого чувака, рассказывать всем, как надо жить и делать сложные и научные тесты. Но с другой стороны, нам-то оно зачем? Если мы и так в себе уверены. Когда ты делаешь все на сложных вещах и думаешь, что это тебя возвысит и ты становишься тут очень крутой, это определенная форма выпендрежа, на мой взгляд. А когда ты делаешь все по угару и в себе в удовольствие тебе весело в этот момент, вот тут как раз выпендрежь, это меньше всего. Это даже, можно сказать, начинается свобода на этом моменте. Потому что мы пришли на этот свет не для того, чтобы хмурить брови так, что аж нос из носа кровь хуярит, блядь, от напряжения, а для того, чтобы получать от жизни удовольствие. Получайте удовольствие вы крутые и смотреть на их воебоны, насколько они крутые. Чуваков на сложных вещах и так полно, им весело. Блядь, я не верю, что им весело на самом деле. Значит, два вопроса. Первый вопрос. Ты что, охуел? Второй. Какие у тебя в последнее время самые интригующие комментарии на ютубе? Ну, вообще, мой любимый комментарий, знаешь, как звучит? Лучше бы я смотрел на сварку. Это вот мой любимый, мой любимый. Сырикболисты могут захватить в Латвию, это не смешно обычно бывает. Я не знаю, мне обычно пишут, что я пидорас. Это мой любимый комментарий, потому что это правда. Я не знаю, чувак, у меня просто пишут, смотри, ты пидор, ты пидор, ты пидор, ты пидор, ну, пизда стране. Вот как-то так. Блядь, где меня это хуесосит? Можем меня похуесосить? Вот да, это тоже было сложно найти, как нас хуесосит. О, нашел. Ну ты конченый, включил низкие настройки, как петух кричишь на мыло. Ты вообще игру запускал, петух херов. Обидно вообще-то? Очень обидно. Ты вообще игру-то запускал? Нет. А надо было? Нет, ну тут как раз мы приходим к моментику, когда видос, очевидно, сделан для разрыва пуканов. Почему-то в 21 веке все еще разрывают пуканы, хотя, казалось бы, иммунитет должен у людей появиться. Я не знаю, как это вообще возможно. Это вот у меня недавно видос-то вышел, где я стреляю, и у меня холосант закрыт, короче, резиночкой. И люди реально верят, что это ЛБ. А это разве не так? Это так, но... Блядь, иди нахуй, я и так долбаев. Ты меня запутал. А знаешь, почему ты меня запутал? Потому что я долбаев. О, макаку тоже долбаев. Таких операторов я еще не встречал. Такой, знаешь, привез ты такой... Дебильные предки, блядь. Дебильные предки великих людей. Это самый топовый комментарий. Предчувствиям не верю, и примет я не боюсь ни клебеды, ни яда я не бегу. На свете смерти нет. Бессмертны все, бессмертно все. Не надо...